И не случайно, когда я работаю с людьми, которые сталкиваются с теми или иными проблемами с едой и с отношением к телу, один из запросов это такой, что когда праздники, когда много людей, когда большой стол, когда много соблазнов, почему-то я не могу удержаться и слишком много ем. Причем часто знаю, что не надо, я хочу себя сдержать. У меня есть вроде бы мотивация, прихожу настраивать, что нет, я не буду, я поем чуть-чуть, и все это куда-то слетает. Вот почему это, и как с этим быть. Теперь давайте по пунктам разберем, почему так происходит именно на празднике. Ну первое, первое, почему так происходит, это некая гипнотическая настройка, как я говорю. Есть самогипноз, когда мы готовимся, не случайно я спросил, кому эта история знакома, что мы настраиваемся, мы предвкушаем. И мы, соответственно, связываем наши ожидания будущего с тем опытом из прошлого, который у нас уже есть. То есть мы знаем о том, как когда-то мы уже праздновали, мы сидели за столом, мы ели какие-то продукты, и может быть это были продукты с более сильным вкусом, чем обычно, это было что-то необычное. И мы ждем и предвкушаем какого-то повторения. То есть первое, мы создаем настрой, что будет праздник, будет еда. У нас есть такая ассоциация, что праздники это еда, ну и очень часто это не только еда, еще и алкоголь. Или если бы мы жили, скажем, лет 300 назад или 500, или жили в другой культуре, возможно, это были бы какие-то другие психоактивные вещества. Может быть там вытяжка из мухоморов, или какая-нибудь особая трава, еще что-то, что точно так же меняло бы состояние сознания. То есть мы на это настраиваемся. Второе. Почему еда? Почему именно еда? Потому что еда, среди всех прочих практик, среди всего того, что есть в жизни, это достаточно быстрый, прямой, очень доступный в наше время, социально поддерживаемый, одобряемый способ, который поднимает наше настроение. И даже с точки зрения физиологии у нас есть такие маленькие одноклеточные железы, которые находятся в стенке желудка, в его внешней части, не во внутренней, а во внешней. И как только еда поступает внутрь, вот эти одноклеточные железы, так называемая опутсистема, именно Precursus Uptake and Decorable Oxylation. Это железы, которые синтезируют опиатоподобные вещества в ответ на поступление еды. То есть еда пришла, механически она коснула стенок желудка изнутри, по нервным клеткам сигнал передается в том числе к этим маленьким железам, они открываются в просвет кровеносных сосудов. И уже буквально в первые минуты после того, как мы начинаем есть, вот эти опиатоподобные вещества, энкефалины, эндорфины, выбрасываются в кровь, выбрасываются в кровь, поступают в кровоток, достигают рецепторов головного мозга и обуславливают вот эти обезболивающие, релаксирующие, снимающие в какой-то мере тревогу эффекты. То есть есть прямое химическое действие. Вот только мы начинаем есть, и мы знаем, у нас есть такая ассоциация, что еда это хороший способ поднять себе настроение, быстро его изменить, даже если оно было каким-то очень глубоко лежащим во дне. И, соответственно, когда у нас праздник, естественно, мы ждем, что наше настроение будет не просто средним, оно будет каким-то возвышенным. И вот первый доступный способ, конечно же, это еда. Конечно же, это еда. И много-много лет наша культура, и наша культура, культура почти всех народов связывала какие-то праздничные переживания с едой. Потому что это просто, потому что это быстро, потому что, кроме всего прочего, вот это та групповая практика, которую можно делать всем. Например, допустим, если мы будем говорить про танцы, объятия, секс, где-то это уже приемлемо, где-то нет. Но есть могут все и всегда. Это считается нормальным. Вот такие дела. То есть это культурно обусловленное. И исторически, буквально забитое в нашу культурную память, что любой праздник должен состоять, в том числе, из какого-то хорошего, богато накрытого стола. То есть тем самым мы подчеркиваем, что мы живы, у нас есть еда. А ведь еще буквально пару сотен лет назад, а может быть и сто, а может быть пятьдесят для кого-то. А что там пятьдесят лет? Вы знаете, я работаю с людьми, которые переедают в том числе. И периодически я слышу такие истории, что наше детство было очень неблагополучным. Мы были сильно ограничены, и даже приходилось голодать. То есть взрослые люди, может быть наши с вами ровесники, даже кто-то моложе, чем мы, имеют даже в своей личной истории, это люди нашей страны, опыт голодания, переживания каких-то трудностей. Голодание не потому, что они не хотели есть или хотели что-то сделать, а потому что буквально не было еды. И вот этот опыт, личный опыт, который человек часто с собой несет, он подразумевает, что вот это торжество жизни, праздник, хорошее настроение, то, когда мы каким-то образом отмечаем свои достижения, обязательно должно быть что-то противоположное вот тем лишениям. Примерно лет десять назад, ну может быть двенадцать, как-то на одном из групповых занятий была женщина, которая рассказывала историю. Она говорит, вы знаете, вот как раз была перестройка, вот эти все девяностые годы, мама и папа потеряли работу, но мы, говорит, конечно, как-то справлялись, но ели очень скромно, очень бедно. И как раз, говорит Сергей Владимирович, помните, это было то время, когда везде пошли курицы-гриль. Ах, эти курицы-гриль. Это те первые аппараты, когда курица там поворачивается, скворчит, и она говорит, вот я помню, как я проходила, это был такой чудесный запах. И я помню, как очень сильно хотела тоже вот поесть эту курицу. Женщине уже под сорок лет, я говорю, да, и какая история? Она говорит, ну конечно же, потом я выросла, да, и у меня под спутно все время это желание было, что я хочу курицу-гриль. Потом, говорит, выросла, конечно, я заработала много денег, смеется сама. Я говорю, ну да, наелись теперь? Она говорит, да, теперь я наелась этих куриц-гриль на всю, наверное, оставшуюся жизнь. Говорит, не то, что наелась, я переела. То есть, даже для некоторых наших соотечественников, соотечественниц, оказывается, несмотря на все пищевое изобилие сейчас, вот этот личный опыт лишений и даже голода, это то, что прямо подталкивает, что когда мы празднуем жизнь, празднуем достижения, обязательно мы должны показать, что у нас есть то, чего мы когда-то были лишены. У нас теперь этого много. Мы теперь не боимся, что мы все съедим, у нас теперь ничего не останется. Я про это еще скажу немножко. Да, я вижу вашу реакцию. Спасибо, спасибо. Вот такая история. То есть, какой-то личный опыт, который тоже требует своего преодоления и символического подчеркивания во время праздника. Еще один аспект, почему еда имеет большое значение в празднике. У нас вся страна, я бы сказал, покалечена. Покалечена, во-первых, психотравмы, которые передаются почти во всех семьях. И вот эта коллективная травма. Мы пережили Первую мировую войну, революцию, мы пережили голод, репрессии, раскулачивания, Вторую мировую войну. И очень много людей, очень много наших предков. Это те люди, которые не просто испытали голод, а когда-то погибли, в том числе от голода. Вот я как-то работал в Самаре и вместе с Сергеем Дремовым, с моим коллегой, мы били большое групповое занятие, там было человек, наверное, по 20. И зашла речь о том, что кто знает историю своей семьи, кто знает о том, что ваши родственники, может быть, родители, бабушки, дедушки сталкивались с голодом, который угрожает жизни или угрожал. Может быть, кто-то не выжил. Вы знаете, там все 20 человек подняли руки и у каждого или у каждой была трагическая история о том, что кто-то умер от голод. Это точно известно. И в таком случае, опять же, когда мы садимся за праздничный стол, особенно если есть вот эти данные, особенно если есть семейная динамика, если близкие родственники, это те, кто умер от голода во время лишений, бывает бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка, иногда есть вот эта коллективная передача бессознательно, что ей не досталось или ему кто-то из наших умер от голода, но теперь мы вот как бы за тебя. И иногда в практике я тоже сталкиваюсь с такими случаями, когда люди говорят, знаете, вот я понимаю, что не хочу есть, но я когда сажусь за стол, особенно когда мы празднуем вот это 9 мая, как будто какой-то бешеный голод на меня нападает, я ничего не могу понять, я ем как не в себя. Как не в себя, вот это вот ключевое слово, то есть это может быть один из таких механизмов, травматических механизмов, что я и за себя, и за того, кто в свое время не успел, как не в себя. И пока человек вот это вот не разделит, с этим не разберется, конечно, это вот еда будет, 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 она будет присутствовать, ее будет много. Вот это еще один механизм, который часто связан с праздниками, потому что впереди у нас вот эти самые, они уже довольно близко, майские праздники. Майские праздники, это очень грустный праздник 9 мая на самом деле, потому что это, знаете, его, как мне кажется, вот я помню своего деда, как он праздновал с фронтовиками, мой дед прошел войну, он выжил, я никогда не видел, чтобы они бурно отмечали 9 мая, чтобы они там орали, мы можем повторить, вперед на Берлин. Нет, они собирались, они сидели на кухне, никого не пускали. Ну, понятное дело, они выпивали. И было, знаете, вот такое впечатление, что есть очень много скорби, очень много вот такого понимания, понимания, что нам чудом повезло выжить, это не наша заслуга, и вроде бы это не наша вина, что кто-то умер, но вот нам так повезло, и очень жаль, что многим другим не повезло, и они это отмечали. То есть вот этот праздник, что очень многим не повезло, вот это скорбь, сожаление, и к этому празднику примешивается все то, что многие умершие, без вести пропавшие, умершие от голода, в плену, замерзшие, изнесенные в клочки, в клочки снарядом и минами, те наши предки, которые не прожили свою часть жизни, которые не смогли прийти, соприкоснуться, обнять родных, близких. Вот та часть как будто непрожитой жизни, а их очень много же, этих непрожитых жизней, она потихонечку, сквозь поколения доходит до нас, и кое-кто за кого-то это восполняет. Поэтому, да, особенно 9 мая вот это вспыхивает, вспоминается. Если вы думаете, что можно остановить это сила воли, ну, обычно нет. И часто бывает вопрос, я все понимаю, да, ну, почему-то, вот, как не в себя. Вот это один из значков, который прямо маркирует, что это еще и не моя горе, это еще не моя горечь, не моя боль. Но с этим можно разобраться. И есть еще один механизм, который подталкивает людей, есть много в празднике. Это механизм, мы с тобой одной крови. Мы с тобой одной крови. Прямо по киблингу. Помните, когда Маугли учили выживать, скажи, мы с тобой одной крови, и все, и никто тебя не тронет, кроме там совсем уж диких и безумных обитателей джунглей. Что это такое? Представьте, тысячу лет назад, маленькое племя, 50 или 100 человек, вокруг безбрежные леса или какие-то поля, ночь, все сидят вокруг костра, ну, или глубокий вечер. Что-то там трещит во тьме, какие-то звери ходят, и в любую минуту может случиться какая-то гадость. Соседняя племя нападет, или какой-то дикий зверь нападет, а может быть, будет пожар, и надо будет сниматься с места и бежать, спасая свою жизнь. Может быть, будет наводнение, что-то такое. И люди, которые рядом с тобой, это те люди, на которых ты можешь опираться. И, в свою очередь, они могут опираться на тебя. И если вдруг что-то ты делаешь не так, как все, если ты становишься каким-то очепенцем, если племя тебя начинает оторгать, это, считай, смертный приговор в момент. Потому что один ты не выживешь в таких тяжелых условиях. Поэтому крайне важно показывать и периодически напоминать и видеть подтверждения и от других людей, что я с тобой одной кровью, ты со мной одной кровью, мы вот все вместе, мы являемся участниками вот этого нашего племени, мы локоть к локтю, если что, мы вместе. Такая опора и поддержка друг друга. И вот этот праздничный ритуал, когда все садятся за стол, все празднуют, в том числе, это тот ритуал, который напоминает нам о том, что мы члены какого-то сообщества. Давайте мы посмотрим. Корпоративные праздники это всегда какой-то стол, еда, пусть даже там нельзя выпивать, все равно, все равно есть хотя бы чай, хотя бы тортик, вот даже в очень строгой организации, все равно есть еда. и все садятся за один стол, помните, вот круглый стол короля Артура, все садятся вокруг, все делают одинаковые движения, если более-менее есть хорошая психологическая атмосфера в этом коллективе, все делают движения даже синхронно. А если это стол с алкоголем, происходит так, что вдруг как будто бы поступает какой-то незримый сигнал, все останавливаются, кто-то говорит, ну все, давайте там, поднимает тост, все одновременно наливает, то есть действует синхронно. Есть вот это ощущение глубоко и бессознательно в том числе, что мы синхронизированы, мы сейчас члены одной команды, мы все вместе, мы делаем одно и то же. И поэтому, когда кто-то ест все, ложку к тарелке, потом ложку в рот, и ты попадаешь в этот ритм, очень сложно из этого ритма выйти. Поэтому все благие пожелания в этот момент, когда, ой, знаете, я сижу на диете, вот это я не буду есть, это на бессознательном уровне очень мощный сигнал, что я уже с тобой ни одной крови, я не делаю с тобой этот ритуал, я выбиваюсь из этого коллектива. И, конечно, принадлежность к какой-то группе, пусть даже к рабочей группе, это ценность очень большого порядка, очень большого значения. И когда коллектив давит, невозможно противостоять. Даже на работе. Что уж говорить про более важный коллектив, когда собирается семья, когда собирается расширенная семья, бабушки, дедушки, дядюшки, тетушки, двоюродные братья, сестры, все садятся за один стол. Но как тут можно не поесть? Даже если не очень-то хочется, все равно приходится соответствовать этому ритму, пока все едят. И все попадают в этот ритм, это тоже своего рода гипноз, какой-то транс. И туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И даже человек, который очень сильно настраивался, знает, чего хочет, все равно в эти моменты чаще всего переедает. Потому что есть вот это коллективное давление. Плюс, конечно же, алкоголь. Алкоголь, да, это то, что тоже меняет состояние сознания, в какой-то степени вводит нас в определенный транс. И ослабляет контроль за тем, сколько мы едим. Там намного сложнее почувствовать и насыщение, и плюс внимание у нас, опять же, находится вовне, а не внутри. Поэтому все эти аспекты за любым праздничным столом, они в разной степени есть, но они так или иначе влияют на то, что сложнее удержаться, оставаться в каких-то рамках. Итак, давайте еще раз очень коротко, я сейчас прямо по пунктам пробегусь по этим аспектам. То есть наш настрой, вот эти ассоциации, что праздник это будет еда и алкоголь. Мы сами себя на это в какой-то степени программируем. Потом, еда это то, что позволяет очень быстро изменить состояние и настроение. И это с праздником часто ассоциировано. Опыт лишений, который мы в празднике преодолеваем, как бы символически подчеркиваем, что вот этот голод, эти неприятности позади, что у нас теперь всего много. Дальше, вот эта динамика «я за тебя», когда семейный опыт, родовой опыт подталкивает нас иногда проживать то, что не успел прожить другой человек, наш родственник, который рано ушел из жизни, поэтому мы в том числе за него, за нее, я за тебя вот это ем, то, что ты мог бы тогда съесть, но ты не успел. И мы с тобой одной кровью. Этот опыт коллективного взаимодействия и ритуальная роль еды, когда мы сами для себя подчеркиваем, что мы являемся членами одного коллектива, одной семьи, одного рода. Это все те факторы, ну и плюс алкоголь, конечно, которые способствуют переданию на праздник. Вот. Если коротко, почему так происходит? Теперь, теперь самый важный момент, как с этим, что с этим делать? Что с этим делать? Я кратко, прямо, конспективно расскажу основные пункты. Если будут вопросы, я напоминаю, что я оставлю время и на них отвечу, сколько им будет. Итак, что с этим делать? Самый важный момент. Самый важный момент. Первое. Часто бывает так, что вот эти праздничные передания, они больше здесь. Потому что чем больше человек об этом думает, чем больше он пытается этому противостоять, чем больше он нагнетает напряжение, ну он или она, я говорю про любого человека, неважно, мужчина, это женщина. Чем больше человек нагнетает для себя напряжение, тем, конечно, это напряжение больше начинает забирать внимание. Опять же, концентрироваться на том, что там будет. Представляете, сама гипноз. Я не буду есть, я не буду есть вот это жаркое, вот эту заливную рыбу, я не буду есть вот этот салат, и вот этот салат тоже есть не буду, если человек себя так гипнотизирует. Я не буду есть вот этот торт, эти ватрушки, не буду пить вот этот компот, эту холодненькую водочку, тоже не буду пить. То есть, как только человек пытается себя запрограммировать, остановить от того, что он не будет делать, эти образы, наоборот, они становятся яркими, сочными. К любому образу сразу присоединяется куча ассоциаций, воспоминаний о том, как когда-то человек это ел, пил, как это было вкусно, и это было вкусно не один раз. И теперь, если человек откажется от этого на этом празднике, он столько всего потеряет. То есть, еще ничего нет, но уже напряжение есть, уже есть много беспокойства, уже человек сам себе создал трудность тем, что пытается с этим бороться. И один из практических выходов здесь какой? Признать, что да, праздники бывают, там бывает много еды, бывают соблазны, и может быть, особенно если у вас нормальные отношения с едой, ну, поедите вы побольше, ничего страшного. Но если у вас постоянно, все время внимание приковано к еде, сколько я ем, я должен или должен держаться в каких-то рамках, необходимо соблюдать диету и прочее, прочее, это, кстати, один из пунктов РПП. Чрезмерная обеспокоенность тем, сколько я ем, могу ли я контролировать еду, насколько хорошо я контролирую, потому что если все остальное уходит на второй план, на первом плане только еда, то пора перестраивать то, что у вас в голове. То есть первое, прямо согласиться, ну да, будет праздник, ну да, поем, ну и что? Особенно если праздник у вас не каждый день, не каждую неделю, ничего страшного не будет. Второй важный момент. Второй важный момент. Особенно если мы говорим про социальное давление, когда мы с тобой одной кровью. Сложно ведь удержаться? Все так делают. Что тебе делать? Здесь на помощь приходит принцип имитации. То есть если мы будем выходить из этого ритуала, говорить, что я это не ем, здесь это очень жирно или калорийно, и вообще мне вредно, я сейчас на диете. Все посчитают своим долгом сломать ваши представления о еде, потому что бессознательно это означает, что он или она отбивается от коллектива, надо вернуть или окончательно отторвать. В таком случае, в таком случае на вас будут давить, и противостоять этому давлению очень трудно. Что важно? Важно показать внешнее соблюдение ритуала. Все сели, вы тоже сидите, всем положили в тарелку, вы не отказывайтесь демонстративно, говорите нет, нет, мне это не надо, это очень жирно, нет, пусть вам тоже положат в тарелку. У всех есть стакан с прозрачной жидкостью, у вас тоже есть стакан с прозрачной жидкостью. Все чокнулись, подняли, поднесли к губам, вы тоже поднесли к губам, поставили к риску. Все громко смеются, вы тоже громко смеютесь. После двух-трех рюмок Там уже не важно Кто сколько пьет Кто там до конца допил Кто нет и так далее Все подносят Ложку к тарелке Все несут Ложку в рот Вы тоже так делаете А вот уже сколько там ложки Или на вилке Какую порцию вы съедаете Или вы просто показываете В том ритме как это все делают Это уже не так важно Тогда бессознательные ваши И считывают что ритм есть Вот эта общность есть Одинаковые движения есть Вы совпадаете со всем Мы с тобой на крови тест пройден Он нарушается Когда вы делаете что-то в разрез Вот тогда вы точно получите Очень большое давление Имитация Иногда я слышу такие возражения Ну знаете вот бывает же Такие люди которые А что ты вот Ты вот как все Вроде у тебя есть там стакане Ну ты что-то не пьешь как все Если кто-то к вам проявляет особое внимание Вы один из вариантов Поблагодарите Скажите Спасибо за твое внимание Ко мне Мне это очень приятно Что ты за мной следишь И продолжаете поступать по-своему Как вариант То есть принцип имитации И последнее Последнее что здесь Если возникает вот эта гем как не в себя Когда есть семейная динамика за кого-то Если есть Что-то вот Когда чувствуешь что как будто это не мое Что здесь стоит сделать А ну кстати и в тех случаях Когда вы действительно пережили лишение Может быть голод Может быть у вас вот эта вот детская мечта Куриц поесть Или этих шоколадных тортиков Ну у кого что У кого что не хватало Там такой интересный момент Условно говоря Тот маленький ребенок Из которого вы когда-то выросли Он в какой-то мере То о чем я говорю Конечно же это не та реальность Что мы можем вас как-то разрезать И там есть этот маленький ребенок А в нем еще меньше Вот как матрешки Нет конечно Его же нет Но вот тот опыт Вот тот детский опыт Когда маленький ребенок Испытывал лишение И отчаянно хотел чего-то Чтобы показало И дало на чувственном уровне На телесном уровне Ребенку понять Что эти лишения пройдены Он в какой-то степени жив То есть эти воспоминания Тот опыт Могут быть актуальными И в настоящее время И то что взрослый сейчас делает Очень часто он делает это Для ребенка для того Ну или если динамика Я как ты Это вообще для другого человека Здесь я скажу Что самый простой способ Наверное Самый быстрый Добраться до этого Разделить Допустим Того другого Который Что-то недополучил И за него И за нее Или добраться До того маленького ребенка Который вечно голоден Он вечно испуган Вечно знает Что Это хорошо Что сейчас есть Вот эта жареная кольца А вдруг завтра не будет Потому что Так было уже много раз Поэтому надо Если она есть Надо ее до конца съесть Потому что не будет скоро Здесь помогает психотерапия Она позволяет достучаться Донести вот этот Текущий опыт Текущее понимание момента Текущую ситуацию До того маленького Испуганного ребенка Чтобы он Словно говоря Тоже понял Что на самом деле Все Вот эти решения Закончились Что вы Взрослый Знаете Как обеспечить Полный стол И как сделать так Чтобы этого голода Больше не было Что этой угрозы Больше нет В вашей жизни Что все в порядке Не обязательно все съедать Все что есть Потому что неизвестно Будет завтра или нет Известно Завтра тоже будет Вот это важно И часто С помощью психотерапии Такие вещи делаются Гораздо быстрее Чем все время Понимаете Когда Есть взрослый А до того маленького ребенка Оно доходит Только на какой-то Короткий момент И он потом опять Но это же только сейчас было А вдруг завтра не будет И вновь и вновь Руководит этим взрослым Поэтому здесь я говорю Что конечно Лучше всего На психотерапии Эти вопросы решать Чтобы донести Если у вас личная история Связана с какими-то решениями До того раннего детского Маленького я Что все в порядке Теперь все по-другому Если это динамика За кого-то еще То разделить свою судьбу Судьбу Того родственника Которого каким-то способом На себя взяли Хотя бы частично Это делается В рамках прямого эфира Конечно я не объясню И не буду это делать Потому что это делается Один на один Надо выяснять детали Но это делается Это проще Быстрее Чем все время Всю жизнь С этим бороться Кормить-кормить Но все не в той город Ну вот Вот примерно так Еще раз Еще раз Если коротко Что делать С праздничным перееданием Первое Поумерить беспокойство Признать Что да Вообще есть праздники На праздниках бывает еда Если я даже там поем Потому что очень часто Самонагнетание Того как я там Постараюсь не есть Постараюсь вот это не есть И это Оно создает проблему Тем самым Мы наоборот Себя программируем На переедание Поумерить беспокойство Разрешить себе поесть Да Зная что Это не так часто И может быть Вы там не так много едите Второе Это имитация Если есть социальное давление Если вы не можете Противостоять И не надо противостоять Но мы показываем Что мы этот ритуал соблюдаем Мы вот эти сигналы Сами посылаем Что я с вами вместе И От других сигналов получаем Что мы в одном ритме действуем Да Мы все вместе Мы вот Члены этой общности Тогда Ложки может быть Одной горошинкой Совсем чуть-чуть Но главное Что вот эта Социальная общность есть Если это Личная история Какая-то История голода История лишений Ну конечно Каждый раз праздник Будет Символически Подчеркивать Что эти лишения Пройдены Но Чтобы подчеркивать Это не так интенсивно Не так сильно Чтобы в этом Не было острой необходимости Здесь полезна Психотерапия Чтобы добраться Достучаться До того Маленького ребенка Который когда-то голодал Чтобы донести туда Что теперь все в порядке Теперь И завтра тоже будет еда Не обязательно съедать Вот все что есть Потому что Ты боишься Что завтра этого не будет Потому что Ты уже так много раз переживал Теперь все по-другому Это можно обнести Ну и если есть Вот эта Чужая судьба За кого-то Это тоже с помощью Психотерапии Правиться Можно разделить Что Моя жизнь Это моя жизнь Жизнь того Чью судьбу Я каким-то способом На себя воспринял Почему-то Это до меня дошло И теперь я как не в себя Это тоже можно разделить Это делается Ну вот так Если очень коротко То есть праздничное Переедание Имеет свои особенности Имеет особенности Противодействия ему Ну и в какой-то степени Может быть Это противодействие Особенно интенсивное Не нужно И когда у вас Таких особых проблем Уже нет Тогда Конечно Вы можете Потихоньку Если это актуально Следовать даже На празднике Своему плану питания Есть Находиться в каких-то Рамках питания Которые вы сами себе Установили Которые для вас хороши И так что Это никто И замечать особо не будет А если даже заметит То через полсекунды Забудет про вас Или не будет Обращать на это Особого внимания Хорошо Теперь Если есть вопросы Пишите в чат Если смогу Я отвечу У нас как раз Чуть больше Получаса прошло Есть время Для ответов на вопрос И по праздничному Перееданию Может быть И не только по нему Если есть То пишите Я пока здесь Ну если в течение Допустим Минуты двух Вопросов не будет На этом я закончу Если будут вопросы Потом Вы можете Написать мне в личку Здесь В любой другой Соцсети На почту На ватсак И так далее Давайте я еще Подожду минуту Если будут вопросы То отвечу Если вы пишете вопросы В комментариях под постом То сейчас я их не увижу Поэтому Вопросы пишите Прямо в чат Тут в прямом эфире Там есть Добавьте комментарии Я думаю Что все видят Эту строчку С двумя точечками Ну а я сейчас уже И не говорю Я сейчас уже не говорю Я жду вопросов Если есть вопросы То пишите Хороший вопрос Спасибо Спасибо Что Вот с праздничным Перееданием Понятно Что делать с будничным Регулярным Вот Вот такой вопрос Спасибо Да и второй вопрос Вот осталось Скажем Пол котлет Вроде жалко Надо доесть Да Спасибо Давайте я отвечу Что делать с регулярным Перееданием С регулярным Перееданием Есть такая простая Штука Очень часто Первая причина Регулярного Переедания Это базовая Базовая Это голод Когда вы Морите себя Голодом Потом Дорываетесь До еды И Тогда конечно Отрываетесь Я уже не раз говорил Что Насыщение у нас Наступает Не мгновенно Требуется время Поэтому Когда человек Накопил Сильный голод И потом Начинает есть Уже Еды поступило Столько Чтобы голод Утолить Но сигналы О насыщении Еще не дошли Не дошли И они придут Чуть позже И именно в этот момент Человек еще Вроде бы чувствует Голод Хотя еды Уже достаточно Там Он продолжает Есть И переедает То есть Первое Здесь Первое Самое важное Это нормально Регулярно Питаться Качественно Хорошо Вкусно Потому что Голод бывает Разных видов Да Простой физический Голод Голод по микроэлементам Когда если человек Хронически Не получает Какой-то микроэлемент Витамин Он ест 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 И никак не может Наестся Потому что Нужного элемента Нет Знаете Про голод Это как Допустим В вооруженных силах Бывает ситуация Когда плохо Солдат кормят Они едят Эту крупу Едят Эту лапшу Или капусту Какую-нибудь Едят 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 Но не хватает Белка Например И они никогда Не могут Как следует Наесть И сколько угодно Можно мешок Лапши съесть Но это никогда Не заменит Того же мяса Той же рыбы Тех же яиц Или какой-то Молочной продукции Белка не столько Он не такой То есть Нужно полноценное питание Вовремя Или регулярно Чтобы не было голода И бывает Еще один вид голода Это рецепторный голод Часто я вижу запрос Как там прекратить Есть сладкое Да никак На сладкое У нас есть рецепторы Если мы не будем Есть сладкое Рецептор не получает Своего возбуждения Рано или поздно Накапливается Вот это неудовольствие От того Что Вкуса не хватает И люди Которые сидят На монодиете На диете С невыраженным вкусом Это часто Те люди Которые потом Срываются В кавычках Идут в загул В пищевой загул Потому что Есть и рецепторный голод Поэтому Я подчеркиваю Еда должна быть И регулярной И сытной И полноценной И вкусной Тоже Удовольствие Чтобы удовольствие От нее тоже было Вот это Первый самый принцип То есть Пока мы не выстроим Нормальную систему питания Про все остальное Говорить бесполезно И второй момент Который Да Спасибо Второй момент Будничного Обычного Переедания Часто В нашей культуре Еда Это Транквилизатор Особенно Для женщин Потому что Случилось что-то Что делать Методов Самопомощи Может быть нет Может быть Вы ими не владеете Не каждый человек Обратится к психологу И Тогда Еда Это то Что помогает Быстро изменить Состояние Настроения Здесь Глобальный выход Какой Научиться Работать с эмоциями По другому Самый простой способ О котором Я всегда говорю Если вы волнуетесь Если у вас тревога Если у вас Допустим Какие-то переживания Злость Разочарование Все что угодно Да не вник Дневник эмоций Когда вы берете Выписываете От первого лица Вот прямо Как чувствуете Как вы думаете Что Когда там Начальник мне сказал Что ты Я прямо Закипела вся От злости Руки у меня сжались Когти выпустила Хотела ему Перекусить горло Понимаете Вы прямо Так выписываете Внутреннее Содержание То что вы думали То что вы фантазировали Те эмоции Телесные ощущения Которые были Их интенсивность Тогда уменьшается А если это внутри Если вы подавляете Конечно же Оно растет Да То есть Вот эти два основных момента Нормально питаться Чтобы не было голода И Справляться с эмоциями Как-то по другому Процента 80 Переедание Заключается Именно в этих Если что-то еще То о чем я не сказал Конечно я обо всем Сейчас не скажу Напишите мне Может быть я сделаю Эфир отдельно На эту тему Вот Ага Дальше Так я смотрю Вот такой Вот осталось Скажем пол котлеты Вроде жалко Надо доесть Да Кто там говорил Ешь перед зеркалом Голой Смотри на себя И думаешь Что ага Вроде бы уже не хочу Да Но как-то жалко Надо же доесть И вот если я доем Эту котлетку То возможно Какая-то часть Этой котлетки Превратится в какую-то Складочку Где складочка Мне будет интересно Вот там на животе Или может быть Там под ягодицей Куда я хочу посадить Лишнюю складочку Подумайте об этом То есть Вот это доесть Потому что жалко Это с одной стороны Вот тот голодный ребенок Который Надо доедать Потому что завтра не будет Завтра я буду голодать Возможно этот аспект есть И второе Что этому противопоставить Последствия Хочу ли я Хочу ли я Зная что это заведомо лишнее Что-то себе испортит А если это будет Не одна Пол котлеточки А каждый раз Что будет тогда Через полгода А через год То есть Когда вы об этом думаете Вот это отношение Становится более спокойнее Так Вот Еще один хороший вопрос Если передание происходит Во время просмотра Фильмов и сериалов Да Спасибо Отлично Отлично Вопрос Вопрос Прямо века Что с этим делать Что с этим делать Я бы сказал так Не переедание происходит Во время просмотра фильмов А вы переедали Когда ели Во время фильма Сериала То есть вы Смотрели фильм И в это время ели И съедали что-то лишнее Не вы первые Кто об этом спрашивает Я иногда с клиентами Так говорю Мне говорит Сергей Владимирович А вот знаете Я сижу и передаю Я говорю Что вы в это время делаете Ну как Ну я там сижу В телефоне В телефоне ленту Ленту листали Я говорю Ага Значит вы Совмещаете Два удовольствия Ну да Так вроде Интереснее Или книжечку Почитайте Там погрыз Что-нибудь Вот И когда взрослые люди Я говорю Сексом-то занимаетесь Ну да Сергей Владимирович Конечно Ну как Представляете Занимаетесь сексом Там я смотрю фильм В другом месте Еда не покидает кухню То есть Если вы ведете Эти принципы И достаточно строго И будете соблюдать У вас Будет Таких моментов Намного меньше Это тоже Выстраивается Иногда На то Чтобы разделить Еду И другие удовольствия Ходят Несколько Занятий У меня с клиентами Такое бывает Специальные задания Даю Как это разделять Но в целом Общий принцип Разделить Потому что Когда вы совмещаете Конечно У вас внимание У вас зрение Там В фильме В сериале У вас Аудиальное восприятие Там В этом фильме В сериале Все У вас внимание Не здесь внутри Вы сигналовое ощущение Конечно же Пропускаете Вот Еще один вопрос Снятся открытые магазины Со сладостями Та наедаешься Со спокойной совестью Да Да Хороший комментарий Спасибо Может быть Может быть Это к тому Что вы где-то Сейчас себя Пытаетесь Ограничить Или у вас Есть тревога По поводу того А сколько я ем Может быть Мне надо Как-то себя Ограничить В этом А не слишком Ли много Я съела Вчера Чего-то такого А ведь я читала Что есть И так далее И так далее То есть это Первое указание На то Что у вас Есть какие-то Долженствования По поводу еды И представление о том Сколько надо есть Возможно Но не ваше Ну может быть Ваше Может быть Ваше То есть Наедаешься Со спокойной совестью То есть Где-то здесь Когда вы едите Совесть неспокойна То есть Вот это Обеспокоенность Тревога Есть Вот с этим Надо разобраться С этим Надо разобраться И Я думаю Что Этой весной Я проведу Большой марафон По спокойному Отношению К еде Но об этом Я бегу Попозже Как только Его запланировать Да Наедаешься Со спокойной Сонностью Это важно Сон На это указывает Да Вот Привычка Пожевать Вкусняшку Да 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 Пожевать Вкусняшку Конечно Ну а как же Без нее Без вкусняшки Особенно Если Предыдущее Время Вы Себя Лишали И накопили Рецепторный Голод Когда Еда Невозможно Долго Находиться На какой-то Безвкусной Диете Если похудеть Вот можно Себя заставить Есть Какую-то Невкусную Еду Какую-то Знаете Пресную Постную И выражение Такое есть Постное Выражение Лица То есть Когда Уголки Губ вниз Удовольствия От еды Ну и от жизни Тоже не очень Много Если Можно На какое-то Время Себя Согнать В рамки Заставить Себя так Питаться То Всю жизнь Вы так Не сможете Есть Рано или поздно Голод По вкусам Это Рецепторная Радость Которую Вы недополучили Даст о себе Знать И будет Сыр И не один И тогда Будет всего Много Будет быстро Гораздо Больше А это Очередной Цикл Самое Плохое Во всех Этих Делах Это Что Это Какое-то Ужасное Волевое Усилие Терпение Потом Вы Сорвались И Самооценка Упала вниз Ну что же Со мной Такое Что я не могу Опять сдержаться Да вы и не можете сдержаться Потому что вы накопили голод Рецепторный голод В том числе Поэтому вкусняшки Нужны Нужны Они должны быть Жизнью Я на одном Из прямых эфиров Говорил Про план Марш и Херет Это план Который включает Достаточно Полноценный Набор продуктов Чтобы Наладить Вначале Нормальное питание Потому что Прежде чем Добраться До интуитивного питания Когда Прислушиваешься Причувствуешься Понимаешь Сколько Чего Когда съедать Нужно Наладить Нормальное Такое Сытное Более-менее Вкусное Разумное Питание Чтобы Основные потребности Закрыть По питательным веществам По энергии Так вот В плане Марша Херен Есть Три Плюс два Три нормальных Приема пищи Больших Традиционный Завтрак Обед Ужин И два Перекуса Или даже Три перекуса Так вот На обед И на ужин Есть пункт Еда Для удовольствия Еда По вкусу Вот это Та самая Вкусняшка Которая должна Быть Просто должна 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 Вот Вкусно Ее поесть Да И вы должны Планировать вкус Должны есть Нормальную Хорошую Вкусную Еду Иначе Это Это Любой Стиль Питания Любое Питание Если вы Будете Есть Пресную Еду Не продержится Хоть Сколько Нибудь Долг Будет Срыв Вот так Хорошо Хорошо Еще вопросы Вопросы Комментарии Я Еще Немножко Подожду И Если Вопросов Комментариев Нет На этом Я буду Заканчивать Напомню Что Сегодня Мы Провели Прямой Эфир По Переданию В праздники И Разобрали Несколько Типовых Ситуаций И в том Числе Мы Не только Праздничное Передание Обзуждали Сегодня Вот Хотя бы Принципиально Понятно Что Как Почему Что С этим Делать Если У вас Будут Вопросы То Пишите Я Периодически К этой теме Возвращаюсь В прямых Эфирах В постах Видео В каких То Мероприятиях Я Думаю Что Большой Марафон По Спокойному Отношению К еде И Возможно К телу Или Может Быть Это Будут Разные Мероприятия Я Этой Весной Организую И проведу Скорее Всего Это Будет Онлайн Так Чтобы Участники Из Других Мест Тоже Могли В Влиться Так Чтобы Есть Спокойно И Не Переживать По Этому Поводу Но Есть Более Более Менее Нормально В Рамках Вот Такие Дела Ну Что Ж Я вижу Вопросов Больше Нет На этом Я с вами На сегодня Прощаюсь Спасибо Спасибо за Внимание Спасибо за Ваши Вопросы Комментарии За Ваше Активное Участие И До новых Встреч